Выставка шедевры Русского музея демонстрирует развитие русского изобразительного искусства. Пять залов, пять веков. Каждая картина здесь шедевр. Всего их 109. На стенах ряем с работы Малевича, Айвазовского, Репина, Сурикова, Иванова, последний из которых – «Наш земляк». Пройдя по экспозиции, можно увидеть самые разные жанры – от древних кон 15-17 веков до советского авангарда. В день открытия присутствовал и генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова. Вместе с ней осмотрел выставку губернатор Рязанской области. У нас сегодня совершенно невероятный подарок, замечательный праздничный день. Открывается такая экспозиция. Валерий, главный огромный, для всего русского музея. Конечно, возможность приобщиться к таким шедеврам, мировым городам – это просто сказка. Встреча Павла Малкова и Аллы Маниловой не случайна. На церемонии открытия шедевров Русского музея они подписали соглашение о сотрудничестве. Следующим этапом планируется создание центра «Русский музей Рязань» на базе «Рямс», где рязанцы смогут и дальше наслаждаться произведениями сокровищницы русского искусства. Впервые в истории Русского музея сокровища с такой концепцией и составом приезжают в один из российских регионов. Выставка решает сразу несколько задач, одна из которых – показать историю развития русской живописи всех периодов без изъятий, продемонстрировать основные художественные течения и главных гениев с 15 по 20 век включительно. Что касается древнерусского искусства, в Рямс привезены и религиозные работы 14 века. Эта выставка, нам кажется, в таком концентрированном, убедительном виде показывает гениальность русско-нашей национальной школы русского изобразительного искусства и, больше того, показывает, какой вклад русское искусство, наше национальное искусство внесло не только в мировой художественный процесс, но и в целом в мировую цивилизацию. Помимо картин в мультимедийном зале сотрудники русского музея подготовили видеопрезентации работы реставраторов. Там можно в деталях рассмотреть картину «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском» Григория Чернецова, а также поиграть в игры. Познакомиться с прекрасным жителем и гостем города смогут до 15 сентября. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо.